Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показываю этого подобно. И сегодня речь пойдет о Цицероне. Ну, конечно, мы не будем говорить обо всей его биографии, поводой ужасающих подробностей, впечатляющих событий, разных катаклизмов. Мы не будем говорить о всем его творчестве, которое вот уже много столетий занимает ум и человечество, а поговорим о моральных размышлениях. Это объединяющее название для трех трактатов о старости, о дружбе и об обязанностях, которые являются обязательным чтением для всех античников, всех филологов, но даже студенты, обучающиеся этим специальностям, не всегда знакомятся со всем творчеством Цицерона. Значит, вот уже, как сказано, много столетий он является таким базовым классическим чтением, в оригинале и в переводах, но сам Александр Сергеевич признавался, что в садах лицея читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. Ну, вы же понимаете, значит, не читать-то не читал, но знаком с идеями был. И недаром Цицерон вместе с его классическими формулировками, вместе с его, значит, приемами риторическими, ставшими тоже образцом для речей адвокатов, политиков, значит, для лекций, для выступлений публичных на многие-многие столетия вперед, недаром Цицерон вошел в нашу культуру очень плотно, и без него мы ее как бы не представляем. Фигура, на самом деле, противоречивая, но не настолько, как это может следовать из некоторых интерпретаций его биографии. Я помню, что был, конечно, потрясен, когда такие обвинительные, инвективные, значит, о Цицероне прочитал биографические данные. Да, он враждовался поэтам Гаем Валерием Катулом, значит, потому что Катул был влюблен в сестру Кателины, того самого Кателины, да, значит, которого, значит, загубил своими блестящими речами Цицерон. Вообще, это было время заговоров, время гражданских войн, когда многие знатные столетиями, занимавшие очень почетное положение время роды, оставались без роды семейства, да, имеется в виду, оставались без своих глав, без своих почетных, значит, самых важных и известных членов, без того, чтобы сохранить какое-то влияние и установившийся порядок вещей. Как мы помним, еще до первого триумвирата, да, значит, их было два триумвирата, ну, школьные просто знания, напоминаю вам, такие. У нас был Суво, тот самый кровавый Суво, который, значит, утопил Рим в крови, а потом спокойно удалился на покой, и никто не посмел предъявить Суво претензий, да, то есть он умер своей смертью, редкость для диктатора, значит, спустя непродолжительное время после того, как отрекся от власти. Вот. Он одновременно и выражение всей той, всего того ужаса, который представляет римская история этого периода, и одновременно очень редкий в истории случай, как, собственно, и Цицерон. Что породило эти моральные размышления? Значит, регулярно сначала спасаясь от сулянцев, да, или, значит, приверженцев Сулы, да, вот, и Гая Мария, соответственно, потом спасаясь от других политических врагов, да, а тогда, в общем-то, политика была кровавой вражда и казни, те самые проскрипции знаменитые, когда просто-напросто вывешивались списки людей, которых безнаказанно может убить всякий, включая раба, что вы можете себе представить, да, то есть человек был обречен, он город покинуть не успевал, вот. Значит, спасаясь от этих событий, Цицерон отсиживался в своих имениях достаточно далеко, на острове Родос, например, уже далеко от своих поместьй, которые, кстати, были разрушены в результате этих, разграблены и разорены в результате этих событий, да, вот. Он дважды принимался, как минимум дважды принимался за моральные трактаты. Закопавшись головой в греческие свитки, образцом для своих размышлений он положил диалоги Платона. Диалоги Платона, они отнюдь не только о высокой философии, они, во-первых, обо всем на свете, это раз, во-вторых, они в очень живой, театральной, как бы мы сейчас сказали, форме 2, там много персонажей, собеседников, каждый имеет свой голос, свои стилистические особенности, несмотря на то, что они ведут, ну, такую, можно сказать, велеречивую, обстоятельную, очень такую сглаженную речь, это симпосии в греческом понимании, да, когда, возложив на голову венки, знак особой торжественности, и, значит, особых намерений, да, собеседники предавались разговорам о возвышенном и интересном, да, значит, это действительно разговоры мудрецов у Платона. Вот, несмотря на всю эту такую, с одной стороны, театральную, да, с другой стороны, очень стилистически прилизанную картину, да, это такое очень сложное чтение, потому что там в диалогах встречается масса всего, и эмоции, и споры, и возражения, и апелляции к чему угодно, а ты, красавчик, помолчи, тебе бы только за, значит, ближайшей юбкой бегать, вот, ну, я сейчас перефразирую, конечно, Платона. Вот из всего этого, начиная с Тимея, с перевода Тимея, это один из самых известных диалогов Платона, значит, Цицерон выводил свои моральные размышления. Значит, два слова о самих трактатах, как говорится. Что это такое? Это тоже диалоги. Это диалоги очень вольно исторически написанные, да, там действуют люди и говорят те слова, которые они в реальной жизни не произносили. Вот, Цицерон их передает от своего лица, и они могли жить даже в разное время, и события упоминаются разные, да, то есть он не скован исторической достоверностью. Документальность еще не зародилась как жанр. Записки о Гальской войне – одно из первых вообще начинаний в этом роде, да, Цезаря. Значит, соответственно, Цицерон пишет вот о том, что для него представляется дружба, старость и обязанности. Слово обязанности у нас ассоциируется исключительно с принуждением, да, хотя на самом деле для стойка, а стоическая философия, которую, опять же, от греков воспринял Цицерон и доносил, да, эта философия не про принуждение. Там как раз принудить стойка к чему-нибудь практически невозможно, потому что он переносит все испытания, посланные ему судьбой и богами, значит, с тем достоинством, которое отметает любое унижение. И что такое принуждение? Это неизбежно унизительно, да, унизить стойка невозможно. Вот, и Цицерон, конечно, обязанности трактует как внутренние потребности души, которая не может не стремиться к благу, которая по Платону, ну, соответственно, да, истинной, с истинной красотой составляет некое триединство. Вот, значит, что касается трактата о старости, здесь раскрывается то, что для римлян, для того, ведь сущность и античность – это юность человечества, да, буйное время. Греки меня больше всего радуют, нет, восхищают они меня другим, но радуют, вот, чисто по-человечески, как герои анекдотов, забавных историй и, значит, иногда ужасных историй, да, именно своей буйностью необычайной. Вот уж кто гулял, да гулял. Это не в том смысле, что праздновал и отдыхал, а в том смысле, что понаделали девов, поналомали дров, что называется. Все было от души и полной мере. Тихой, спокойной, мудрой старости в это время от них не всегда находилось место. Более того, требовалось еще и обосновывать то, что старость – это время прочитанных книг, выслушанных бесед с умными людьми, решений, принятых в попыхах с последующим анализом и осмыслением. Их, как полководец, который умудрен своими поражениями, неизбеженность идет к победе, да. Значит, так и старик – это человек, который не для свалки годится, да, а для того, чтобы играть огромную роль, да, в жизни полной буйных вот этих молодых, но совершенно интуитивно и без жизненного опыта действующих людей. Вот. Ну и конец о дружбе. Вот о дружбе я вам хочу зачитать в финальные строки этого трактата, потому что это совершенно замечательно. Вот все то, что я хотел сказать вам о дружбе. А вам я советую ценить доблесть, без которой дружбы быть не может. Столь высоко, чтобы кроме нее не ставить ничего выше дружбы. То есть выше дружбы только доблесть. Дружба – это совсем не то, что заговор, это совсем не то, что, значит, подчинение, да, старшему, младшему, старшему, да, значит, слабого сильному. Но дружба – это союз, идущий от сердца. Дружба, такое понимание дружбы высочайшее, да, гуманистическое. Еще Платон заложил, и это, конечно, совершенно отдельный разговор, да. И вот Цицерон к этому говорит. В числе прочего в трактатах встречаются множество удивительных цитат и размышлений. Например, в этом же трактате о дружбе можно прочитать слова, что нет ничего позорнее, чем вести войну. Ну, римлянин сказал это, на минуточку, да, значит, эпоха империи вот-вот наступит, меньше чем через полстолетия наступит пак с романом, да, то есть вот эта великая империя, да, вот это римлянин сказал. Нет ничего позорнее, чем вести войну. Цицерона вообще полезно перечитывать. Открываешь для себя очень много нового, несмотря на то, что чтение – это непростое. И, в общем, тут даже не исторический, историко-культурный комментарий нужен, а просто сосредоточенность мысли, не характерная для современного суетливого читателя, как мне кажется. Во всяком случае, я, читающий очень быстро, запоминающий мало и довольно неряшливо осмысляющий прочитанное, да, вот учусь строгости мысли у античных классиков и в том числе у Цицерона. И вам того же желаю. Спасибо за внимание.